И из интервью, кстати, которое показали все-таки какие-то каналы, пускай очень маленький-маленький фрагмент, не самый основной, но вот вы там сказали, что завтра, 8 декабря, произойдет решающая битва. Вот в чем, немножко люди не совсем поняли, в чем заключается битва. Вот сейчас, сегодня у нас 9 декабря, вот что вчера произошло, что вчера случилось? Вчера произошла битва. Соединенные Штаты Америки и их союзники в Европе, прежде всего и немцы, через Европейский Союз попытались захватить Украину. Для этого они сформировали очень мощную политическую, экономическую, информационную пятую колонну, усилили ее европейскими и американскими политиками лично, то есть попросту организовали вторжение на территорию Украины. Требование вторжения было, чтобы украина, украинская власть подписала документ о официальном изменении статуса страны на так называемое, я цитирую соглашение, на так называемое развивающееся, ну, в переводе на сегодняшний язык колониальное. То есть Украина должна признать себя колонией, должна по этому соглашению была признать, согласиться с внешним управлением, с созданием так называемого иностранного правительства или власти на территории Украины, которая должна управлять Украиной в этот переходный период. То есть временное правительство такое? Создается временное, они там называются ассоциация, там замаскированные слова, но суть временное правительство, созданное иностранцами, не украинская сторона. Украинская сторона там только часть постов занимает, но при этом это иностранное правительство управляет территорией Украины и даже конкретно перечислено какими направлениями. Это транспорт, связь, социалка, бюджеты, налоги, экономика и так далее. И перед этим правительством Украина должна была подписаться, что стоит задача в несколько раз уменьшить уровень жизни украинского народа. Так прямо и записано. Путем сокращения государственных расходов на социальные вещи, путем прекращения государственной поддержки бизнеса и экономики, то есть закрытия заводов и предприятий. Так было записано, что они должны быть закрыты в течение пяти лет. Там все такое соглашение. То есть Украина отдает полномочия на управление страной иностранному правительству на территории Украины, и потом это иностранное правительство с согласием украинцев, которые как бы подписали, должно снизить жизненный уровень в несколько раз. Вот простая запись, которая существует. Кроме того, вводится так называемая иностранная судебная юрисдикция. То есть любой гражданин Украины, я не преувеличиваю, так написано, в этом случае может быть привлечен к суду в европейских странах, к криминальному суду, то есть уголовному суду. В случае, если этот гражданин не будет выполнять законодательство других стран на территории Украины. То есть вводится прямая форма колониального управления, мы называем это аншлюз, потому что это немецкая технология схватить другие государства и не управлять. Вот что требует от Украины. Безоговорочные капитуляции. Такие капитуляции подписывают только страны, которые абсолютно проигрывают войны. Это понятно. В данном случае, понятно, что у Украины суверенитет это нет, как и у России, но в данном случае это переводится в официальную плоскость. Со словами, что вы теперь являетесь развивающейся внешнеуправляемой страной. И это вы признаете. И, соответственно, вчера была попытка, на мой взгляд, решающая, которая не получилась у Соединенных Штатов Америки и Германии, захватить Украину силовым путем. То есть, когда часть украинских властей отказались подписывать, то вчера была попытка осуществить это силовым образом. То есть, сделать оранжевую революцию, как это уже делалось во многих странах, и через захват, через оранжевую революцию, собственно, де-факто захватить власть со стороны Соединенных Штатов Америки и Германии на территории Украины. Вот, что вчера было. Это готовилось. Готовилась к этому и та часть освободительных сил на Украине, которая все-таки выступает за свободу своей родины. Готовилась к этому американцы с немцами. И вчера был решающий бой. Я поздравляю всех этот бой. Соединенные Штаты Америки и Германия проиграли. Понятно, что они не отступятся, еще будут там пытаться несколько недель, значит, воевать, пытаться еще раз захватить Украину. Но, в целом, у них это не получилось. И в этом плане, на мой взгляд, вчера произошел, вот, может, не сейчас не все это могут оценить, но я уже даю свою оценку, произошел то, что в истории можно будет назвать неким Сталинградской битвой. То есть, той битвой, которая была самой худшей точкой войны, когда враг дошел до середины государства, но от которой, собственно, оттолкнувшись от Волги, система пошла в обратную сторону. То есть, вчера на Украине простые украинские ребята, солдаты, отбили, в том числе, отбили иностранное вторжение общего масштаба на всей бывшей территории Советского Совета, скажем так. То есть, они отбили, в том числе, и вторжение в Россию через Украину. Фактически, тем самым, создались условия для того, чтобы, там, постепенно меховик завернулся в обратную сторону. В том числе, это создало возможность для Путина ускорить процесс национально-освободительного движения в России, который, я думаю, будет запущен после Олимпийских игр. И, в том числе, самое главное, с изменением Конституции, восстановлением суверенитета. И это также скажется на восстановлении суверенитета Украины тоже. То есть, получилось, как в Великую Отечественную войну битва украинских друзей остановила агрессию, вторжение вот этих американско-немецких оранжевых орд и на территорию России, в том числе. Евгений Алексеевич, а Вы... Подождите, я хотел, кстати, в продолжение этого вопроса. Ну, в подтверждение Ваших слов, да, недавно совершенно, недавно приехал наш активист, да, из Киева, и он рассказывал, что он ходил по Майдану, спокойно ходил, там дежурит 2-3 тысячи человек, никакие не 100 тысяч, а 2-3 тысячи человек постоянно. Ну, пусть он сам это скажет потом. Да, но он рассказывал интересные вещи, он говорит, когда подходили, значит, у активистов стоят люди и на чистом английском языке начинают им что-то рассказывать, то есть минут 5. Может, как Вы хотите, если даже будущую первую леди представили гражданам Украины, она даже не знает русский язык. Кстати, вот вопрос, Кличко специально привез жену в качестве министра? Он привез у нее в качестве первой будущей леди. Первая леди. Вот это и есть управляющая структура, то есть Украине открыто показали, что она будет, в том числе, в мелочах управляться за границей. Нет такого. Если бы вчера американцы победили, такого государства, как Украина, больше бы не существовало. Там вопрос уже технический, как его растворить в других государственных образованиях. Просто не существовало. Так же, как сейчас прямо, допустим, вот очень интересно, в Молдавии рядом, которая подписала договора, и в Молдавии прямо поставлена задача через определенный период исчезнуть как государство. Она должна войти в состав Румынии. А, по-другому, да. Просто официально. В самом числе и в Приднестровье. Как часть Молдавии. Там еще будет борьба. В Приднестровье это еще поборется. А в Средиземном случае, в Приднестровье, оно же хочет вести российское законодательство. Естественно, потому что оно хочет бороться. Оно не хочет быть уничтожено с точки неидентичности. А Молдавия прямо схода. То есть прямо американцы с немцами, с Европейским Союзом хапнули Молдавию и передали в Румынию. Так же, как Гитлер делал в свое время. Помните, когда он вступил на территорию СССР, он Абдессу передал Румынии. Он сказал, что Абдесса это будет всю территорию Румынии. Южно-Молдавию это тем более. Поэтому технология абсолютно такая же. Она нет ничего нового, чтобы сейчас происходило. Все происходило много раз. И просто сейчас происходит опять. В тысячный раз. В сотый раз.